Доклад главного педагога области изобилует цифрами. Работа идет, школа устроится, школьники стараются. Правда, не всегда показывают именно такие результаты, какие хотелось бы. И этому есть свое объяснение. Я думаю, что в низких показателях ЕНТ виновата плохая подготовительная работа и общая дисциплина. Если бы взрослые вовремя начали работу, у нас были бы иные показатели. Правда, какую именно работу, Исатаев Мирзакович уточнять не стал. А вот плохие учебники, вызывающие недовольство как родителей, так и учителей, судя по комментарию главного педагога Южного Казахстана, учителя выбрали себе сами. Мы ждем, когда нам передадут перечень учебников, по которым предстоит работать и после передаем его в школы. Дальше уже учителям нужно определяться, какой из предложенных учебников они берут на вооружение. Потому что, как вы знаете, у нас есть основные и альтернативные учебники. Поэтому к первому сентября, когда нужно раздавать учебники, каких-то комплектов не хватает. Но мы будем работать в этом направлении, чтобы с нами пораньше обговаривали перечень учебников. Что до переполненных школ, то это непроходящая головная боль всего нашего образования. Варианты ее решения вроде бы есть, только какой из них лучше, пока непонятно. Возможно, нам поможет ротация, которую мы хотим провести. Если школы и учителя пойдут на это, то думаем, что попробуем. Ведь вы поймите, что ни мы, ни министерство образования не имеем права заставлять ребенка идти в ту или иную школу. По конституции у него есть право обучаться там, где, скажем так, родители его хотят или он хочет. Этот ответ окончательно запутал присутствующих. Получается, что все разговоры и требования относительно обучения в школе по месту жительства, прямое нарушение прав родителей и детей. После брифинга у журналистов было еще много вопросов к главному педагогу области, но время общения, увы, было ограничено. Помитет контроля уже.